Здравствуйте! С вами Реальная Наука и я, Делара Галеева. Говорят, что самые кровавые истории случаются на станциях переливания крови. Сегодня мы это и проверим, ведь тема выпуска – кровь и донорство. Смотрите в этом выпуске. Что такое резус-фактор и по каким признакам кровь делят на разные группы? Как доноры сдают кровь и каким образом ее затем обрабатывают? Кто может стать донором? А также мифы о донорстве и их разоблачении. Все мы понимаем, что кровь – это жизненно необходимый компонент. Но мало кто знает, что по своей структуре кровь – это ткань. Да-да, такая же, как кости, хрящи, зубная эмаль, только в жидком виде. Давайте разберем, из чего она состоит и каковы ее функции. Общий объем крови у человека составляет приблизительно 7% от массы его тела. У мужчин это 5-6 литров, а у женщин чуть менее 4. Причем примерно 1 литр крови хранится в селезенке на случай непредвиденных обстоятельств. Кровь выполняет много важных функций для поддержания нашего организма. В первую очередь это перенос различных веществ – полезных или вредных. Полезные распределяются по органам, а вредные, наоборот, выводятся или обеззараживаются. Еще одной функцией является защита организма. Лейкоциты и некоторые другие компоненты уничтожают инфекции и следят за тем, чтобы вовремя растворить отмирающую или патологически изменяющуюся клетку. Кровь состоит из жидкой среды плазмы и форменных элементов – лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Плазма имеет желтоватый окрас и на 90% состоит из воды. Благодаря плазме клетки крови могут перемещаться, а без нее они бы передвигались по сосудам просто как каша. Лейкоциты – это белые тельца, выполняющие защитную функцию. Они являются частью иммунной системы организма и оберегают его от инфекций и вирусов. Тромбоциты – это мелкие бесцветные пластинки. Они участвуют в процессе свертываемости крови и восстановлении сосудов при их повреждении. Именно тромбоциты отвечают за остановку кровотечения. Ну и эритроциты – это те самые клетки, которые делают нашу кровь красной. В эритроцитах содержится железосодержащий белок гемоглобин. Этот белок обладает очень важным свойством – он способен присоединять к себе кислород. Эритроциты насыщаются кислородом в легких и затем разносят его по телу. До начала 20 века никто и не знал, что кровь может быть разной. Переворот совершил австрийский врач Карл Ланштейнер. В 1901 году он открыл первые три группы крови – А, Б и Ноль. Спустя всего несколько лет была открыта и четвертая группа – А, Б. Во время экспериментов Ланштейнер обнаружил, что сыворотки и кровь разных людей иногда агглютинируют, то есть склеиваются, а иногда нет. Такая реакция зависит от наличия или отсутствия в крови определенных антигенов и антител. Эритроциты, как мы знаем, содержат белок гемоглобин. Наружная клеточная мембрана этого кровяного тельца состоит из молекул, которые называются антигены. Они служат опознавательными знаками организма, по которым лейкоциты узнают своих и не атакуют. Существует два основных вида антигенов – А и Б. Из них можно сложить четыре комбинации. Когда в эритроците есть только антиген А, только антиген Б, есть оба антигена вместе – и А, и Б, или вообще нет ни одного. В зависимости от комбинации и различают четыре группы крови. Эти группы не всегда совместимы между собой. Например, человеку со второй группой нельзя вливать кровь третьей группы. Вторая и третья группы, она ведет реакция, прямая реакция агглютинации, потому что во второй группе присутствует антитело, бета, например, который склеится с конкретным антигеном Б. И поэтому пройдет реакция прямой агглютинации, будет склеивание эритроцитов, и эритроцит лопается в результате. От такой реакции начинается массивный гемолиз, то есть разрушение клеток крови. Если перелили большой объем, то это приводит к развитию у человека шока, острой почечной недостаточности, вследствие чего может быть даже летальный исход. Помимо четырех групп, кровь отличается и по резус-фактору. Резус-фактор – это антиген, который присутствует на эритроците, присутствует или отсутствует. 85% по Российской Федерации положительные люди, 15% резуса не имеют, отрицательные. Знание свойств собственной крови очень важно. Именно поэтому сегодня кровь переливают только в соответствии с группой и резус-фактором. Сейчас мы придерживаемся того принципа, что каждой группе крови подбирают идентичную, одногруппную компоненты крови. Только в экстренных ситуациях мы можем лечебное учреждение перелить до 500 мл. Первую группу отрицательную, это в экстренных случаях. Множество людей по всему миру требуется переливание крови, и донорских запасов не всегда хватает. Поэтому ученые уже давно занимаются разработками так называемой синтетической крови. Но пока успехов не очень много. Самый известный заменитель перфторан был разработан советскими учеными еще в 80-х. Он может переносить кислород, однако лишен других важных функций настоящей крови – свертываемости и защиты от инфекций. Ну а пока полноценного крови заменителя не создали, врачи используют те запасы, которые сдают доноры. Именно наша с вами простая кровь может помочь и спасти жизнь другим людям. Республиканская станция переливания крови – одна из крупнейших в нашей стране. У нее шесть филиалов – в Нефтекамске, Бирске, Белорецке, в городе Октябрьске, Сибай и в селе Месегутово. О том, как происходит процедура донации и какой путь проходит кровь, прежде чем ее перельют пациенту, смотрите прямо сейчас. Первым этапом является, конечно же, сдача крови. Человек, который хочет стать донором, должен быть здоров и хорошо себя чувствовать. На процедуру желательно приходить в первой половине дня – выспавшимся и отдохнувшим. Первое требование донорам – это, естественно, возраст от 18 лет. Желательно не курить несколько часов перед донацией, естественно, не употреблять жирную, острую, соленую, печеную пищу. Завтрак легкий, ужин легкий, алкоголь исключить за трое суток. Валентина стала донором еще в 2009 году, причем первый раз дала кровь просто за компанию, чтобы понять, как отреагирует ее организм. Первый раз это было 7 лет назад, просто из-за любопытства. Хотелось узнать просто, как это проходит процедура, что и как. Позже я уже узнала, что таким образом я могу помогать людям. То есть раз позволяет здоровье, почему бы и нет. Ну и после этого я регулярно стала сдавать кровь. За эти 7 лет я сдала 41 раз плазму. Осталось мне 19 до почетного донора. Сначала донор проходит предварительное обследование. Ему замеряют артериальное давление и осматривают кожные покровы. Затем проводят экспресс-анализ крови из пальца, определяют уровень гемоглобина, группу крови и другие показатели. Если донор подходит по всем параметрам, начинается сам процесс. На предплечье накладывают жгут, кожу дезинфицируют и производят забор крови или ее компонентов. Все инструменты абсолютно стерильны, поэтому заразиться чем-нибудь во время донации невозможно. Процедура полностью безопасна. У нас для донора берется индивидуальные одноразовые стерильные наборы. Донорский материал обязательно проверяют на наличие вирусов. Чтобы исключить вероятность ошибки, кровь для проверки берут прямо во время донации. Когда донор сдает кровь, одна магистраль идет для анализа. Оттуда берем анализ, а следующая магистраль идет для сдачи крови. Процедура сдачи крови занимает всего 10-15 минут. У донора отбирается 450 мл материала. Валентина сдает не цельную кровь, а плазму, поэтому пакет с ее жидкой тканью обрабатывают на центрифуге, отделяют плазму, а все остальное снова возвращают донору. Потом подключается физраствор, мы систему промываем, а в это время у нас кровь крутится в центрифуге. Там отделяется плазма, а все оставшееся мы возвращаем. Вливаем физраствор, ну, по остатке крови смешиваем, потом возвращаем. После завершения процедуры донору накладывают повязку и рекомендуют выпить сладкий чай. В этот день желательно избегать тяжелых физических или спортивных нагрузок, а также подъема тяжестей. В течение следующих двух суток нужно полноценно питаться и пить много жидкости, чтобы восполнить запасы крови. В зависимости от вида донаций можно приходить в течение года определенное количество раз. То есть, если задает человек цельную кровь, то будь то мужчина или женщина, то каждые два месяца он может приходить сдавать именно цельную кровь. Если он сдает только жидкую часть крови, то есть плазму, он уже может приходить на восьмой день после донации. После данной процедуры я чувствую себя прекрасно, в принципе, как и всегда. Никаких неприятных ощущений еще ни разу не испытывала. Поэтому часто хожу на эту процедуру, стараюсь. А голова не кровь? Нет, абсолютно. Я, наоборот, себя лучше чувствую после того, как сдам кровь. Донор может сдавать как цельную кровь, так и отдельные ее компоненты. Плазму, как Валентина, эритроциты, лейкоциты или тромбоциты. Тромбоциты здесь заготавливают автоматически с помощью специального аппарата «Гемонетик». Кровь поступает по центральной магистрали в колокол. Здесь, получается, находится колокол, центрифуга. Она перерабатывается. Что потяжелее, оседает вниз. Эритроциты они оседают, потом они обратно возвращаются донору. Плазма легче всего, а тромбоциты, они находятся между плазмой и эритроцитом. Вот как раз этот слой проходит через фильтр и собирается в отдельный мешок. В этом пакете вот как раз-таки находится концентрат тромбоцитов. А это промежуточный компонент плазма, который в конце будет уже обратно возвращаться донору. Тромбоциты живут всего 5-7 дней и требуют особых условий хранения. Поэтому их заготавливают только по мере необходимости. При проведении химиотерапии или заболеваниях крови, когда требуется этот компонент, отвечающий за свертываемость. Они у нас хранятся при температуре 22-24 градуса при постоянном помешивании, чтобы они не слиплись и не образовали большой тромб. После процедуры донации человек может отдыхать, а вот собранная кровь, наоборот, начинает работать. Небольшая ее часть отправляется на биохимические анализы, а все остальное в отдел заготовки. Даже если донор сдал цельную кровь, здесь она разделяется на компоненты. Цельную кровь мы не храним, мы сразу разделяем на компоненты, и у нас компонентное получается хранение, потому что разный компонент требует определенные условия хранения. Разделение производят с помощью центрифуг. Так как плазма и клетки имеют разную плотность, при сильном вращении эритроциты оседают внизу, а плазма остается наверху, поэтому их легко отделить друг от друга. Кровь помещается в центрифуге, центрифугируется при определенных режимах, то есть она разделяется на компоненты, на плазму и эритросодержащий компонент. После того, как время истекло – гемакон с кровью – помещается у нас в плазмоэкстрактор, и при помощи этого плазмоэкстрактора отделяется на плазму и эритрокомпонент. При процедуре плазмофереза мы эритрокомпонент возвращаем обратно донору, это получается клеточки, А при процедуре эритроцитов и реза мы обратно возвращаем плазму. После разделения компоненты крови отправляются на хранение. Срок годности у них тоже разный – от нескольких дней до 5 лет. Плазму мы замораживаем. После проведения всех анализов передаем на карантинное хранение. Эритроциты мы храним при температуре плюс 2, плюс 6 градусов. Передается в экспедицию. Это уже, получается, они передают в лечебные учреждения. Эритросодержащие компоненты у нас нативные, они не замораживаются. А также есть метод заморозки. При замораживании они уже хранятся у нас до 5 лет. Также у нас еще есть концентрат лейкоцитов. Они у нас заготавливаются только по экстренным заявкам. Они живут всего лишь сутки, 24 часа. Поэтому в день, когда необходимо переливать, в этот день только заготавливается этот компонент. Ту часть крови, которую взяли на анализы, отправляют в лабораторию иммунологических и молекулярно-биологических исследований. Образцы проверяют на ВИЧ, вирус гепатита В, гепатита С и сифилиса. Если вышел положительный результат, все компоненты крови уничтожаются. Донору сообщают о результатах анализов и вносят в специальную базу данных. И он больше не сможет сдавать кровь. Если же вирусов не обнаружили, плазму все равно сразу никому не переливают. Она помещается на карантинное хранение на 6 месяцев. Через полгода донор должен прийти и сдать кровь на анализы повторно. Это нужно для того, чтобы 100% быть уверенным в том, что кровь не заражена вирусом. Существует такой период, когда инфекция себя не проявляет. Это называется серонегативный период. Вот через полгода мы повторно обследуем донора. Если инфекция существовала до этого, и она себя на этот день проявит. Тогда все компоненты, которые были заготовлены от этого донора в предыдущее время, они все уничтожаются. Поэтому крайне важно, чтобы доноры не забыли прийти через полгода на повторное обследование. Переливание чужеродной крови является стрессом для организма. И чтобы свести к минимуму негативные эффекты, кровь донора должна быть максимально идентична крови пациента. За этим следят в группе иммуногематологических исследований. В нашей лаборатории мы работаем с лечебными учреждениями. Проводим индивидуальный подбор доноров. То есть мы определяем группу крови, резус-принадлежность. Фенотипирование – это значит полная, развернутая, получается, диагностика системы резус. Это включается в себя 6 антигенов. Это называется специальный индивидуальный подбор донорской крови и крови-реципиента. По вот этим клиническим значимым антигенам. Есть несколько способов определения группы крови. Мы проводим так называемым перекрестным способом определения группы крови. То есть мы сначала капаем стандарты, которыми мы определяем группу крови. Стандарты у нас состоят из стандартных эритроцетов и целиклонов. После закапывания стандартов мы капаем уже кровь донора. Одна строчка, одна полоса – это одна пробирка, это будет один донор. Вторая строчка – это будет вот вторая пробирка, вторая пробирка донора. Вот у меня написано анти-А, здесь агглюцинация произошла. Значит, мы говорим, что это вторая группа крови. И резус смотрим, определяем резус. Видите, агглюцинация произошла, значит, вторая группа крови – резус положительный получается. Вот такой непростой путь проходит наша жидкая ткань, прежде чем ее перельют пациенту. Быть донором – это очень ответственное занятие. Если у вас есть какие-нибудь инфекции, даже несерьезные, типа простуды, в ослабленном организме другого пациента, эти вирусы могут способствовать ухудшению состояния. Если вы по каким-то причинам не можете стать донором, необходимо к этому отнестись с пониманием и не стараться сдать кровь любой ценой. В Уфе сдать кровь можно в Республиканской станции переливания крови по адресу улица Батырская, 41, дробь 1. Если вы стали донором в рамках программы «Безопасная кровь», не забудьте прийти через 6 месяцев на повторный прием. И помните, что быть донором – это значит спасти чью-то жизнь. Многие люди, может быть, и хотели бы стать донорами, но их пугают негативные последствия, которые касаются этой процедуры. Сегодня мы разберем 5 самых распространенных мифов о донорстве. А разоблачать их будет главный врач станции переливания крови Султанбаев Урал Сахиярович. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, миф первый. Говорят, что процедура сдачи крови небезопасна. Во время нее можно заразиться какими-нибудь болезнями, например, гепатитом. Каждая вещь, касающаяся донора, они одноразовые. И поэтому нести какое-то инфекционное начало не могут. В наших стенах доноры не могут заразиться какой-нибудь болезнью. Другая сторона есть. Доноры сами несут инфекционное начало. Вот и наша огромная работа лежит в том, чтобы доноры, которые несут инфекционное начало, не могли сдавать кровь. И качественно тестирована донорская кровь, чтобы она была инфекционно безопасной. Миф номер два. Донорство – это очень болезненный процесс. Укольчик не больнее любого укола. Иголки, которые мы используем, они очень качественные, мирового стандарта. Чувствительность будет, но не болезненно. Третий миф уверяет нас в том, что сдавать кровь вообще вредно бездоровью. То есть ты теряешь свою кровь, и потом организм ослабляется. Вот эта процедура, она подстегивает у нас иммунную систему. Наоборот, получается, организм привыкает к таким потерям. Наши постоянные доноры, они реже болеют воспалительными процессами. Если два человека получили одинаковые ранения, теряют одинаковое количество крови, конечно, донор, постоянный донор, у него выживание намного будет больше, потому что организм привык к потерям крови. Четвертый тезис звучит так. У меня самая распространенная группа крови, поэтому моя кровь не нужна. Самая распространенная кровь, значит, это большая такая популяция, да. Большая популяция, естественно, среди них будет и больше больных людей, и больше будет среди них пострадавших. И по этому такая кровь нам нужна тоже. Когда вот вопрос поднимается о том, что редкая группа крови или нередкая группа крови, это в корне неправильно, нам важна любая кровь, независимо от резус-фактора, независимо от группы крови. Ну и последний, пятый миф, и, наверное, самый страшный, когда человек говорит, что меня это не касается, меня это не коснется. Это и вправду самый страшный миф, когда человек попадает в беду, поступок незнакомого человека, так скажем, который сдал кровь, спасает ему жизнь. И если человек будет жить в сознании, что и его поступок спасет кому-то жизнь, если мы все будем вот этой идеей заражены, тогда у нас не будет дефицита крови в лечебных учреждениях. Компоненты крови, которые мы готовим, это белковые продукты, которые не как железка, там, закинут в склад и будут они храниться долгое и долгое время, да? Они имеют определенные сроки хранения. С этих соображений нам поток доноров нужен каждый день. Вот если в службу крови будет где-то по республике 500-600 человек будет приходить, лечебные учреждения испытывают трудности, компоненты крови не будут. Ты никогда не занимался благотворительностью. Я очень чёрный. Что скажешь, если я за кровь? Чью кровь? Чью-нибудь. Что ж, на сегодня всё. Реальная наука прощается с вами. Увидимся!